И снова всем привет друзья! В этом видео хочу рассказать про красивейшие места на нашей планете, которые в ближайшем будущем могут прекратить свое существование по различным причинам. С течением времени меняется климат и экология, а также человек добрался до самых потаенных уголков нашей планеты и может повлиять на привычные условия для этих мест, сложившиеся за многовековой промежуток времени. Вы на канале Тип Топ, а значит будет интересно и мы начинаем наш топ мест, которые могут исчезнуть с лица нашей планеты или жизнь там изменится кардинальным образом и так как вчера там уже не будет никогда. Галапагоские острова. Группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана принадлежат государству Эквадор. Получили свое название из-за обилия в этих местах редкого вида водяных черепах, которые называются Галапаго. Эти острова являются средой обитания порядка 9 тысяч видов, многие из которых не обитают больше нигде в мире. Однако животный мир, который делает Галапагоские острова настолько уникальными, в настоящее время находится под серьезной угрозой. За многие сотни тысяч лет на этих островах различные виды представителей фауны приспособились соседствовать и не мешать друг другу. Хищников практически не было, но с появлением человека в этих местах жизнь стала менять привычное русло. С кораблей на острова попали крысы и другие различные хищники, а также человек завяз на эти острова крупный рогатый скот, коз, свиней и кошек, популяция которых стала увеличиваться, уничтожая коренных обитателей. Стали нарушаться привычные условия жизни местных видов птиц и животных, сложившиеся за миллионы лет эволюции, которые не в состоянии так быстро приспособиться к экстремальным условиям. Также в последние десятилетия эти острова облюбовали туристы и дайверы, что также негативно влияет на эти дикие места. Мальдивы. Мальдивская республика – государство, располагающееся в экваториальных водах Индийского океана, на территории которого насчитывается около 1200 коралловых островков. 202 острова заселены, остальные необитаемы. Происхождение островов вулканическое. Мальдивы славятся удивительным рекордом. Здесь находится самая низкая в мире, самая высокая точка – всего лишь 2,4 метра. Из-за низкой высоты земли над уровнем моря, Мальдивам всерьез угрожает затопление. Неутешительные прогнозы дают по этому поводу ученые. Они считают, что из-за таяния ледников уровень воды в океане будет неуклонно подниматься. А это грозит Мальдивам катастрофой. 80% островов возвышаются всего на 2 метра над уровнем моря. Мальдивские острова знамениты удивительным разнообразием морских форм жизни. Потрясающие кораллы, более 2000 видов рыб, редкие черепахи, а также уникальные для этого региона создания, такие как грифовые и китовые акулы, мурены, скаты и многие другие. И было бы очень жаль, если привычные для них условия жизни изменятся. Венеция. Венеция – туристический итальянский город с ее каналами и гондолами. И этот город постепенно уходит под воду. С этим фактом столкнулись еще древние поселенцы, которые были вынуждены дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие точки. На протяжении 20 века Венеция довольно быстро, до 5 миллиметров в год погружалась в воду. В результате этого вода отвоевала 23 сантиметра у суши. Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и как следствие понижение водоносного слоя земли. На постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов, зданий и сооружений. После закрытия скважин оседание города замедлилось, но не прекратилось. По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 году полностью затонуть. Постепенное разрушение города происходит также по причине увеличившейся частоты наводнений. Для спасения этого уникального города был разработан проект МОС, предусматривающий постройку герметичных барьеров вокруг города. Проект получил одобрение специалистов и был торжественно открыт в 2003 году с закладкой первого камня самим Сильвио Берлускони. Однако строительство дам подвергается серьезной критике из-за низкой эффективности подобной защиты от наводнений. Но одно радует, что Венеция построена на сваях из лиственницы, произрастающей в Альпах, которая почти не гниет в воде. Большой барьерный риф на востоке Австралии. Крупнейший в мире коралловый риф является самой большой в мире экосистемой, поскольку представляет собой колонию коралловых полипов. Глобальное потепление несет угрозу для существования этих рифов. При повышении температуры воды хотя бы на 1 градус выше обычного, обитающие в полипах водоросли погибают. В результате на колониях образуются белые участки. Огромный урон хрупкому равновесию коралловых рифов наносят тропические ураганы. Не меньше вред наносят и другие природные факторы, в том числе периодические всплески популяции морской звезды, питающиеся коралловыми полипами. В наши дни коралловые рифы больше всего страдают от деятельности человека. Известную опасность представляет и массовый туризм. С развитием туристической инфраструктуры неизбежно загрязняются прибрежные морские воды. На большом барьерном рифе обитает около 1500 видов морских рыб, китовые акулы, мурены и многие другие. В водах вокруг рифа обитают несколько видов китов, а также множество дельфинов, включая косаток. Здесь обитает также огромное число ракообразных – крабов, креветок, лангустов и омаров. Даже небольшой риф дает убежище примерно сотни различных видов креветок и крабов. Кроме всевозможных обитателей моря, большой барьерный риф дает убежище более чем 240 видов птиц. Некоторые птицы предпочитают гнездиться на определенных островах и больше не обитают нигде в мире. С изменением условий множество этих представителей фауны обречены. Мертвое море. Бесточное соленое озеро между Израилем и Иорданией. Уровень воды в нем на 430 метров ниже уровня моря и падает со скоростью примерно 1 метр в год. Побережье озера является самым низким участком суши на земле. Мертвое море – это один из самых соленых водоемов. За последнее столетие уровень воды упал на 25 метров, и разрушительный процесс только прогрессирует. В 1977 году из-за осушения море оказалось поделенным на две части – северную и южную. Южная часть находится под контролем минералогических заводов. Предприятия ведут добычу брома, хлорида калия и других минералов. Таким образом, был нарушен естественный процесс циркуляции воды в Мертвом море. Сложившаяся ситуация влечет за собой неминуемую экологическую катастрофу. Первые ее предвестники хорошо ощутимы уже сегодня. Понижение уровня грунтовых вод привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы. На территории Израиля и Иордании насчитывается порядка 1200 провалов, глубина которых иногда достигает 25 метров. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Хочу напомнить про конкурс на нашем канале. А для тех, кто впервые на канале рассказать, условия конкурса очень просты. В роликах появляются вот такие шифровки, кружки в которых будут числа вместо вопросов, где каждое число обозначает какую-то букву. Вам нужно заменить числа на буквы, используя эту таблицу, и у вас получится загаданное мной слово. Кто первый напишет загаданное слово в комментариях под роликом с шифровкой, тот и получает приз в размере 500 рублей. Шифровки будут появляться в моих роликах регулярно, но не во всех подряд, а периодически. Слово нужно написать так же, как в шифровке, без ошибок. Имейте это в виду. Если не повезло в первый раз и вас кто-то опередил, не расстраивайтесь, повезет в другой раз. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и первым замечать шифровки. Всем удачи, шифровок будет много. Субтитры подогнал «Симон»!